Добрый день! Доброе утро, уважаемые коллеги! Приветствуем всех, кто интересуется вопросами, особенностями проектирования основной образовательной программы. Ну вот видите, в названии ООП, основная образовательная программа для групп кратковременного пребывания старших дошкольников. Приветствуем в первую очередь славный город Кемерово, где с большим успехом открылись наши курсы по подготовке детей к школе, по предшколе, ну и всех, кому эта тема не безинтересна. Почему вопрос является актуальным, почему мы выносим его на обсуждение? Все дело в том, что сложившая, та практика работы, которая сложилась в нашей деятельности с вами, но не в полной мере, порой, соответствует новым требованиям закона об образовании, дорогие друзья, и новым стандартам. О чем идет речь? Согласно новым федеральным требованиям, группы дошкольников должны получать образовательные услуги, включаться в образовательную деятельность с использованием основных образовательных программ. Что происходит в реальной жизни? Ну, у многих из нас, оказывающих услуги для данной категории детей, имеются эти образовательные программы. Это замечательно, мы поздравляем вас. Вместе с тем, к этим программам можно было бы вернуться и еще раз полистать, посмотреть. Во всяком случае, ничего плохого, в их возможной коррекции, ну, нет. Но наиболее часто встречается ситуация, когда мы, педагоги, имеем разные программы, ну, например, занимательный английский, ритмика, риторика, логика, шахматы и так далее. И, соединяя эти программы в некое единое целое, мы, осуществляя подготовку детей к школе или работая с старшими дошкольниками с какими-то другими целями, составляем расписание и показываем это расписание родителям. Ну, казалось бы, все хорошо, кроме одного. Эти программы должны быть объединены в основную образовательную программу. Точнее, стать ее частью. Почему мы заявляем об этом? Почему мы так считаем? Есть два обоснования, два аргумента для этого, дорогие друзья. Аргумент первый. Формальные требования. Требования закона об образовании и федеральных стандартов. И второе. Это неформальное. Оно связано с тем, что разработка основной образовательной программы на основе вот тех программ, которые есть у нас по разным направлениям, позволяет целостно посмотреть на то, что мы делаем. Сформулировать общие цели, поразмышлять над общими задачами, выстроить общую логику, общую идею реализации наших услуг для дошкольников. В нашем случае мы говорим о старших дошкольниках. И если это так, то дальше мы должны ответить на вопрос, в каких организациях могут создаваться группы кратковременного пребывания дошкольников. Смотрим законы об образовании, смотрим федеральные стандарты. Эти документы отвечают, что такие группы могут действовать в детских садах, в школах и в учреждениях дополнительного образования детей. В школах могут официально создаваться группы дошкольников? Да. В учреждениях дополнительного образования? Конечно, да. В детских садах? Само собой разумеется. Если нас сейчас слушают детские сады, то мы должны им сказать, что группы кратковременного пребывания могут иметь отдельную программу, либо это может быть одна большая программа, основная образовательная дошкольного образования, где группы кратковременного пребывания включаются в качестве одного из модулей, одного из направлений реализации программы. Может быть, и отдельная программа. Если нас слушают школы, а в основном мы будем делать акцент на разработке такой программы для общеобразовательных организаций, то, конечно же, это должна быть полноценная основная образовательная программа. Так же, как и в учреждениях дополнительного образования детей. Посмотрим на статью 23 закона об образовании и в качестве подтверждения нашей идеи, что на официальном, на федеральном нормативно-правовом уровне существует установка, зафиксирована нормативная база, которая говорит о том, что организации вправе осуществлять деятельность по основным образовательным программам, дошкольные учреждения, дошкольные образовательные программы, школы начального, основного, среднего общего образования, учреждения дополнительного образования, дополнительные образовательные программы. Вместе с тем они могут осуществлять свою работу по программам, реализация которых не является основной целью их деятельности. То есть другие, помимо основных, образовательные программы. Что это за программа? Смотрим пункт 4 данной статьи. К ним относятся общеразвивающие предпрофессиональные и профессиональные программы. Нас в контексте темы интересуют дошкольные и общеразвивающие как часть дополнительных общеобразовательных программ. Организации дополнительного образования могут реализовывать дошкольные и профессиональные программы. Здесь нужно понять, уважаемые коллеги, какая лицензия будет получена на оказание этих образовательных услуг для дошкольников. И начать выстраивать некую модель основной образовательной программы с ответом на этот вопрос. Например, в нашей школе, в нашей начальной школе мы будем оказывать дошкольные образовательные услуги или оказываем дошкольные образовательные услуги. Значит, для старших дошкольников мы разрабатываем основную образовательную программу дошкольного образования. В нашей школе мы получили или получаем лицензию на дополнительную общеразвивающую программу. Следовательно, в нашем разговоре вы должны удерживать, что модель основной образовательной программы будет носить особенности, характер дополнительной общеразвивающей программы. Мы встречаем детские сады, где реализуются и дошкольные, и дополнительные программы. Мы встречаем школы, в которых реализуются общеобразовательные для начального, основного, среднего общего образования. Дошкольные и дополнительные общеобразовательные программы. Выбирайте, определяйтесь. Образовательная программа должна быть обязательной. Какой будет ее статус, в каждом конкретном случае решаете вы. Но, еще раз повторю, образовательная программа должна быть обязательно разработана, и если вы оказываете дошкольные образовательные услуги, вы действуете по этому основному документу ООП, либо дошкольного, либо дополнительного образования. Итак, посмотрим на следующий слайд. Подведем некий вот такой маленький промежуточный итог. Ориентируясь, опять же, на закон об образовании, на статью 12, пункт 7. Читаем. Организации, которые осуществляют образовательную деятельность, разрабатывают основные образовательные программы в соответствии с ФГОС и с учетом примерных программ. Значит, для старших дошкольников, если вы выбираете вариант дошкольного образования, разрабатывается ООП дошкольного образования. Если вы выбираете вариант дополнительного образования, и у вас есть или будет соответствующая лицензия, значит, общеразвивающая дополнительная образовательная программа. Вот посмотрите аббревиатура ООДОП. Общеразвивающая дополнительная образовательная программа. Двигаемся дальше. Какие федеральные документы, помимо названных нами выше для общего понимания, для ориентации в нормативном поле, влияют на разработку программ дошкольного и дополнительного образования для групп кратковременного пребывания старших дошкольников? Давайте посмотрим эти документы. В первую очередь, нас интересует с вами блок материалов, которые имеют самый общий характер. Это федеральный закон об образовании в Российской Федерации. В этом законе говорится, что все, кто оказывает образовательные услуги, должны реализовывать основные образовательные программы. Дальше. Пойдем по блокам. В любом случае, говоря о старших дошкольниках, мы затрагиваем уровень дошкольного образования. Соответственно, какой бы ни была программа, дополнительной или дошкольной, мы на этом слайде называем блок документов, связанных с дошкольным образованием. Это приказ 11.55 об утверждении ФГОС дошкольного образования. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Она одобрена решением Федерального УМО по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 года. И размещена на официальном сайте. Мы посмотрим, что это за сайт и что там размещается. Но это единственная официальная, общая, рамочная, примерная ООП дошкольного образования. Дальше. Приказ 10.14 об утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования. По сути, это новое типовое положение для детских садов. Санпин дошкольного образования. Итак, это блок материалов, касающихся, связанных с проектированием ООП дошкольного образования для старших дошкольников. Второй блок связан с начальной школой. Здесь мы тоже не можем обойти эти документы в плане преемственности дошкольного и начального общего образования. 373 приказ утверждает ФКОС начального общего образования с изменениями и дополнениями. Этот приказ является основополагающим в нашей работе. Дальше. Приказ 10.15 об утверждении порядка деятельности по основным образовательным программам начального общего образования. Это, по сути, новое типовое положение для начальной школы. И блок материалов, касающихся дополнительного образования детей, в том случае, если вы выстраиваете свое ООП в рамках дополнительного образования. Приказ 504 утверждает типовое положение об образовательных учреждениях дополнительного образования детей. Кроме того, назовем САНПИН для дошкольного образования. И концепцию развития дополнительного образования детей хороший документ, понятный, стратегический. Его можно использовать для разработки целей, задач, программ, основных направлений, принципов реализации основных образовательных программ дополнительного образования. На следующем слайде мы видим какие-то такие общие, очень важные для нас вещи, когда мы спрашиваем о том, зачем нужна образовательная программа, почему ее необходимо реализовывать. Ну, ответ прост. Существуют федеральные требования, федеральные обоснования, и вместе с тем, есть хорошие аргументы, которые тоже можно использовать в ваших документах, которые вы будете создавать, или корректировать, или еще раз просматривать. Все зависит от того, какая у вас ситуация в школах, в детских садах, учреждениях дополнительного образования существует на сегодняшний день. Посмотрите, речь идет об единстве образовательного пространства. Когда нас спрашивают, покажите вашу образовательную программу, мы спрашиваем, зачем, если мы спрашиваем, зачем, значит, просто мы не очень внимательно смотрели статью 10, пункт 10 федерального закона об образовании. Потому что такие образовательные программы, как утверждает закон об образовании, обеспечивают единство образовательного пространства. За счет чего? За счет обязательной части основных образовательных программ. Дальше. Они обеспечивают преемственность дошкольного и начального общего образования. Следующий аргумент. Они обеспечивают вариативность содержания основных образовательных программ за счет вариативной части. И, наконец, они обеспечивают качество образования на основе единства требований к условиям реализации основных образовательных программ, требований к разработке и к реализации этих программ. Сайт FGOS.ru, на нем размещены примерные основные образовательные программы дошкольного, начального, основного и в разработке идет там сноска среднего общего образования. Нас интересует дошкольного и начального общего образования. Хорошо спросите вы, а как же быть тогда с дополнительным образованием? Примерных ООП дополнительного образования? Ну, нет, не существует в связи с тем, что не утвержден и вряд ли будет утвержден стандарт дополнительного образования детей. Слишком широкие, слишком разные направления работы, которые можно было бы стандартизировать. Вместе с тем, у нас есть подсказки, у нас есть рекомендации для вас по разработке основных образовательных программ дошкольного образования, общеразвивающих. Мы обязательно об этом что-то скажем, что-то вам посоветуем. Листаем дальше федеральную нормативную базу. Обратим внимание на приказ Миноборнауки об утверждении FGOS дошкольного образования. Этот слайд для тех, кто разработал или собирается разрабатывать основную образовательную программу для групп кратковременного пребывания детей, имея в виду программу дошкольного образования, недополнительного. Читаем пункт 2.5. Программа дошкольного образования разрабатывается и утверждается организацией самостоятельно. В соответствии с FGOS дошкольного образования, значит, если мы говорим о группах крыменного пребывания дошкольников с лицензией на дошкольное образование, примерное ООП дошкольного образование, мы ее учитываем, посмотрите вторую строчку, последнюю строчку нашего слайда, и обязательно ориентируемся на требования, соответствуем требованиям FGOS дошкольного образования. В соответствии и с учетом, в соответствии с FGOS и с учетом примерной программы. Что значит в соответствии? Значит, мы полностью используем основные идеи, они являются для нас обязательными, FGOS. Что касается примерной ООП дошкольного образования, то мы можем использовать примерную ООП. Я показываю вам следующий слайд, это письмо Департамента общего образования, которое называется «Комментарий FGOS дошкольного образования». Итак, школа может разрабатывать образовательную программу самостоятельно, учитывая или не учитывая примерную образовательную программу дошкольного образования. Термин с учетом означает «право и возможности ознакомиться и принять решение, использовать или не использовать». Зачем мы показываем этот слайд? Мы говорим о том, что существующая в реестре примерных ООП, примерная программа дошкольного образования, лишь некий ориентир для разработки вашего варианта образовательной программы. Тем более, что мы говорим о группах кратковременного пребывания, тем более мы говорим о старших дошкольниках. То есть, это достаточно локальная задача, для ее решения мы можем брать какие-то части примерной ООП дошкольного образования. Если у нас внешние эксперты спрашивают, почему ваша программа не в полной мере соответствует примерной ООП дошкольного образования. Мы говорим, она не должна соответствовать. Она должна соответствовать требованиям в ГОС и может учитывать примерную ООП дошкольного образования. Это для тех, кто оказывает дошкольные образовательные услуги при начальной школе, например, в ГОП и в учреждении дополнительного образования. Теперь, для тех, кто планирует или осуществляет оказание этих образовательных услуг для старших дошкольников, имея в виду дополнительное образование детей. Открываем приказ Миноборнауки, номер 504, типовое положение, пункт 17. Давайте посмотрим. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает дополнительные образовательные программы. Ну, конечно, с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательного учреждения, общественных объединений, особенностей развития региона и национально-культурных традиций. Что это значит? Наша школа оказывает дошкольные, дополнительные образовательные услуги для дошкольников. Мы самостоятельно разрабатываем и утверждаем дополнительную образовательную программу. Например, самостоятельно и разрабатывает, и утверждает. Это принципиально важно. Если, например, мы посмотрим на программу развития школы или детского сада, то закон об образовании говорит, разрабатываем самостоятельно, но утверждаем по согласованию с учредителем. Здесь этого нет. Полная свобода и самостоятельность вас, как разработчиков этих программ. Иногда педагоги спрашивают, а мы действительно должны в этом участвовать? Вы уверены, что это наша компетенция? Может быть, образовательные программы должен создавать кто-то другой? Ну, похоже, что вы, как участники образовательных отношений, как педагогические работники, либо сами создаете, либо участвуете в создании таких программ. Вот посмотрите. С 1 января 2017 года вступает в силу приказ Минтруда о утверждении профстандарта педагог. Это касается воспитателя и учителя. Мы активно готовимся вместе с вами к реализации этого приказа и к работе по новым стандартам. Так вот, на каждой странице практически этого приказа прописывается функция учителя воспитания, участие в разработке и реализации образовательных программ и программ развития. Вы знаете, что такая норма прописана, и вопрос, это нужно или не нужно, это наша компетенция или не наша, приказом Минтруда в соответствии с новым профстандартом, ну, полностью снимается. Теперь, проанализировав подходы к разработке основных образовательных программ, дошкольного или дополнительного образования, давайте рассмотрим общие подходы к проектированию ООП для групп кратковременного пребывания старших дошкольников. Вот это наш второй и следующий вопрос. Во-первых, нужно сказать, что у нас в издательстве проектирование основных образовательных программ последние шесть лет уделяется очень большое внимание. Основной механизм ответа на вопрос, как проектировать, реализуется у нас через проектировочные семинары. Мы приглашаем светлые головы нашей страны для ответа на вопрос, какими должны быть образовательные программы дошкольного образования, начального, основного, как организовывать методическую работу и как она встраивается в жизнь современной школы с учетом наших новых требований, как связать программу развития школы, детского сада и основную образовательную программу разных уровней образования. Их в школе как минимум три – начального, основного и среднего. И одна программа развития. Как выстроить эту модель? Как должны действовать наши базовые школы, издательства, нашего издательства «Академкнигоучебник» и наши информационно-консультационные центры, которые существуют во всех регионах нашей страны? Каковы должны быть базовые признаки эффективного управления? То есть основные, среди которых, конечно же, мы выделяем и основные образовательные программы. Вот вы видите на этом слайде только часть нашей издательской серии «Библиотека руководителя и методиста по введению в ГОСК», которая отвечает на эти вопросы, разрабатывая и реализуя образовательные программы. Листаете эти практикоориентированные материалы. Они доступны, кстати, вам не только в печатном, но и в электронном виде. Если вы зайдете на наш сайт и откроете ресурс, связанный с нашими электронными разработками, электронными учебниками, там есть отдельная рубрика «Методические пособия, методические разработки». Так вот, на прошлой неделе мы выложили в электронном виде целый ряд наших разработок в рамках издательской серии «Библиотека руководителя и методистов». То есть можно приобрести в электронной форме. Также разработки, связанные с повышением квалификации, с поддержкой родителей. И впервые в истории у нас был размещен материал в электронном виде, который касается инновационных площадок, который мы опубликовали как материал, как пособие в электронном виде, значительно быстрее, чем в печатном. То есть в печатном его еще нет, в электронном, касающемся инновационных площадок. Как получить статус инновационной площадки. Итак, вот издательская серия «Библиотека руководителя и методиста» отвечает на эти вопросы. Что лежит в основе разработки основной образовательной программы для групп кратковременного пребывания старших дошкольников? Вот на этом слайде, на следующем, вы видите, дорогие друзья, что мы опираемся на дифференциацию групп. Группы дошкольников могут быть разными. Для разных групп могут разрабатываться основные образовательные программы. Посмотрите, пожалуйста, вот на этот слайд. Здесь дана классификация групп дошкольников. Мы взяли три документа. Один из них называется «Типовое положение для дошкольных организаций». Второй называется «ФГОС» дошкольного образования. Третий называется «САНПИН» дошкольного образования. В трех документах мы увидели три классификации групп. Это показалось нам очень важным. Мы попытались объединить их вот в такую таблицу. Посмотрите. Первое основание классификации с учетом направленности решаемых задач. Это левая колонна выделяют общеразвивающие, в том числе семейные и дошкольные группы, компенсирующие, оздоровительные и комбинированные. Каждая из этих групп решает свои задачи. Общеразвивающие обеспечивают общее развитие, например. Оздоровительные в качестве приоритетной цели выделяют вопрос о сохранении и укреплении здоровья детей. Акцент делается на этом. Другая классификация. На основе продолжительности пребывания детей. И вот видите, красным цветом выделен первый квадратик. Кратковременное пребывание детей. До 5 часов в день. Это классификация по продолжительности пребывания. Сокращенного дня 8-10 часов пребывания. Полного дня 10,5-12 часов пребывания. И так далее. Третья классификация. С учетом возрастных особенностей детей. Это из СанПИНа. Выделяются группы раннего возраста, младшего школьного возраста, среднего, старшего и разновозрастных. Вот вы, дорогие друзья, разрабатывая собственный вариант образовательной программы, ориентируйтесь вот на это. Мы предлагаем на эту классификацию. Мы предлагаем использовать комплексный подход. Самое полное название ваших групп может выстроиться с учетом идентификации. Что это за дети? Объединяя все три подхода по горизонтали. Например, у вас общеразвивающие группы кратковременного пребывания детей старшего дошкольного возраста. Вот читаем. От пяти до семи лет старшие подготовительные к школе группы. Эту же классификацию можно использовать следующим образом. У вас оздоровительное кратковременного пребывания детей, разновозрастные группы. Или, например, у вас компенсирующие кратковременного пребывания детей. Мы замыкаемся на кратковременное пребывание. Хотя вы видите, здесь вариантов может быть достаточно много. Старшего дошкольного возраста или разного возраста. Вот такой подход позволяет вам точно назвать предназначение, определить предназначение ваших образовательных услуг для тех или иных групп. Наша предшкола нового поколения в связи с этим, вы знаете, что комплект, о котором идет речь, который мы реализуем для старших дошкольников, имеет статус общеразвивающий кратковременного пребывания детей старшего дошкольного возраста от пяти до семи лет. Впрочем, вы можете, исходя из этой таблицы, из этого подхода, выбрать любой вариант для себя. Здесь их может быть достаточно много. Двигаемся дальше. Теперь посмотрим на типовое положение в учреждении дополнительного образования детей. Нас интересует пункт 22. Итак, если мы разрабатываем образовательную программу дополнительного образования, то деятельность детей в этом случае осуществляется в объединениях детей одного возраста, разного возраста по интересам. По сути, вы должны иметь в виду, держать ситуацию, что в ваших образовательных программах дополнительного образования дети объединяются по интересам. Дальше смотрим, что это за объединение. Итак, если дошкольного образования, то сразу группа и точка. И здесь мы используем классификацию, представленную на предыдущем слайде. А дальше видим клубы, студии, коллективы. И видите красным цветом группы. Итак, в программе дополнительного образования мы говорим об объединении детей по интересам в скобках группах. Значит, по сути, группы дошкольные, группы дополнительные, просто маленькая ремарка. Это группа, как некое понимание объединения, куда мы включаем детей с разными интересами, говоря о дополнительном образовании детей. Ну, например, детский сад создает ООП дошкольного образования и дополнительного образования. Внешние эксперты могут спросить, зачем вам программа дополнительного образования. Это дополнительное развитие детей с учетом их интересов. Вот самый точный, правильный ответ, глядя на этот слайд, на типовое положение об учреждении дополнительного образования детей. Еще раз помню, 23 занятия проводятся по группам, индивидуально, всем составам объединения по интересам. Итак, группы в ситуации, когда ООП имеет статус дополнительного образования, не противоречит нормативной базе. Все нормально, и здесь сходятся все интересы и все возможные варианты проектирования ООП. Теперь хотелось бы сказать о том, что, конечно, основных образовательных программ может быть очень много. И примерное ООП дошкольного образования, видите, в качестве основной идеи заявляет о разнообразии детства. Но широкое разнообразие образовательных программ. Вместе с тем, еще раз подчеркиваю, имеющиеся у меня педагога программа занимательный английский, а у моего коллеги ритмика, а у другого риторика, а у меня еще программа «Я познаю этот замечательный мир», должны быть объединены вместе с тем в общую логику основной образовательной программы. Несмотря на то, что их может быть много, на то, что разнообразие имеющихся и создаваемых программ, никто не ограничивает. Что еще нужно сказать? Если вы оказываете дошкольные образовательные услуги, говоря о старших дошкольниках, вы, конечно же, должны ориентироваться, учитывать примерно основную образовательную программу. В какой мере решать вам на учет происходит? Дадим краткую характеристику примерной основной образовательной программы дошкольного образования, которая размещена на сайте fbosreester.ru. Читаем. По своему статусу эта программа обладает модульной структурой, что позволяет конструировать основную образовательную программу на материалах широкого спектра имеющихся программ дошкольного образования. У вас имеются наработки. Эти наработки вы много лет создавали, и они замечательные. И пусть они будут, пусть они обязательно войдут в ту ООП, образовательную программу, которую вы создаете, корректируете или планируете успешно реализовывать на основе своего опыта. Практика вашей работы включается в этом случае в общую идею основной образовательной программы. Тем более, что эта модульная структура говорит о том, что если это программа дошкольного образования, то неплохо бы речь вести о модулях. И также о том, что она имеет рамочный характер, который показывает общую модель образовательной деятельности. Следовательно, наши проектировочные решения, наши разработки в этом случае имеют право быть еще и не только потому, что разработчики примерной ООП говорят о рамочном, то есть наиболее общем характере, но и в связи с тем, что наша образовательная организация и любое учреждение, оказывающее платные образовательные услуги, негосударственная образовательная организация, гувернеры, семейные воспитания, какое угодно, имеют право субъекты этих услуг, этих отношений, имеют право самостоятельно разрабатывать и вытверждать основную образовательную программу. Ну что, смотрим дальше. Вот подводя некий промежуточный итог вот этой второй позиции, вариативности, многообразия программ, скажем, что наша предшкола нового поколения это комплект, это основная образовательная программа, имеет статус примерной для групп кратковременного пребывания детей 5-7 лет. Мы заявляем о том, что это примерная программа, которая может использоваться в школах, в учреждениях дополнительного образования, и, естественно, в детских садах. Для каких детей? Для детей 5-7 лет. Детский сад может разработать такую программу отдельно для групп кратковременного пребывания. Пожалуйста, мы предлагаем вам нашу предшколу нового поколения. Школа в рамках подготовки детей к школе, учреждения дополнительного образования, которые развивают эту группу детей, может использовать эту программу для решения задачи. Покажите нам, предоставьте нам вашу основную образовательную программу. Вот она, говорите вы. На основе каких документов она разработана? На основе примерной ООП предшколы нового поколения издательства Академии книгоучей. Это статус примерной программы. В то же время она может выступать как комплект парциальных программ для других образовательных программ. В предшколе нового поколения есть модули, есть парциальные программы. Парциальная программа – программа по выбору. Она может использоваться в полной мере для любых других программ. И так мы решили разрабатывать свою образовательную программу, использовав наработки из разных программ, в том числе нас интересует несколько направлений, одно, два или несколько предшколы нового поколения. Пожалуйста, берите эти материалы, и в этом случае они выступают как парциальные программы для других образовательных программ. И так наша предшкола в связи с этим может быть реализована в статусе дошкольного образования, дополнительного образования, как примерное и как парциальные. Наша предшкола – примерная программа для групп кратковременного пребывания детей 5-7 лет в школе, в детском саду, в учреждении доп. образования, в частном. Что это значит? Давайте посмотрим следующий слайд поподробнее немного. В этом документе, в этих материалах имеются концептуальные основы – цели, задачи, принципы и целевые ориентиры. Блестяще разработаны нашим авторским коллективом под руководством профессора Розы Гельфановича Раковой, нашего научного руководителя. Так вот, эти цели, задачи, принципы и целевые ориентиры очень легко форматируются в требовании основной образовательной программы. И вот вы видите, обложка желтого цвета это как раз изданная нами вариативная примерная образовательная программа для школы нового поколения. Кроме того, на нашем сайте в электронном виде размещены материалы, видите, чуть-чуть правее, в правом нижнем углу концептуальные основы и программы для школы нового поколения. Материалы хороши тем, что в них дана подробная расчесовка всех программ, которые мы предлагаем в рамках модулей. Эти материалы размещены в электронном виде на нашем сайте Академ Книга Учебки. Кроме того, посмотрим верхнюю правую часть нашего слайда и мы видим обложку образовательная программа дошкольного образования. Это материалы нашей серии библиотеков руководителей и методистов по введению в ГОС, которые мы разрабатывали как технологические шаги, как решения по разработке образовательной программы в целом. Вот, пользуясь этими разработками, мы, кстати, очень успешно спроектировали, создали вот этот вариант, вариативную, примерно основную образовательную программу для школы нового поколения. Используйте ее в том случае, если вы оказываете дошкольные образовательные услуги. в детском саду, в школе, в учреждении дополнительного образования вы получаете лицензию на дошкольное образование. Если вы решили, что у вас будет дополнительная общеразвивающая программа, для вас готовые решения, посмотрите на следующем слайде. Программа предшкола нового поколения, которая имеет статус дополнительный общеразвивающий. В том случае, если у вас лицензия на дополнительные образовательные услуги, она размещена у нас на сайте академкнига.ру, заходите в раздел библиотека онлайн, дальше предшкола нового поколения, и там вы находите нашу дополнительную общеразвивающую программу предшкола нового поколения. В чем она отличается от дошкольного образования? Цели скорректированы, задачи, скорректированы принципы с учетом требований закона об образовании, концепции развития дополнительного образования и за счет общих требований к дошкольному образованию, изложенных в типовом положении по учреждению дополнительного образования детей. Итак, эта презентация у вас, выходите на сайт и используйте нашу программу. Ну что, если вы идете по модели дошкольное образование, то программа должна быть разработана в соотношении 60-40. Это требование используется только для дошкольного образования, для дополнительного этого требования нет. Но мы в нашем варианте предшколы нового поколения для дошкольного образования эту пропорцию выдержали и выдержали достаточно четко. То есть все там службы контроля и надзора, которые говорят, покажите, а где у вас вариативная часть, ну вот там до 40%, не более 40%. У нас эти материалы выделены звездочкой. И мы говорим, это дополнительные характеристики, особенности, которые имеют статус вариативных в реализации идеи вот инвариант вариатив за определенную заявленную федеральными стандартами. Дальше, что еще? У нас, конечно же, в программе основной образовательной дошкольного образования наша предшкола прописаны все пять направлений развития образования детей в соответствии с требованиями ФУГОС дошкольного образования. Социально-коммуникативное, познавательное, речевое и так далее. Все наши пособия представлены вот по пяти этим направлениям. Теперь, что у нас с предшколой, имеющей статус дополнительной программы? Цели другие, задачи другие, принципы другие. Ну вот пять направлений развития образования детей мы оставили аналогичными дошкольному образованию. Нам показалась эта идея очень удачной. Несмотря на то, что это дополнительное образование, все требования к этому уровню, к этому направлению образования, но могут, вероятно, совпадать с направлениями дошкольного, если мы ведем речь о старших дошкольниках, дошкольниках пяти-семи лет. Значит, видите на слайде пять направлений развития образования детей, аналогичных дошкольному образованию. По структуре эта программа имеет целевой, содержательный и организационный разделы. Значит, смотрите, подчеркиваю коллеги, что мы продвинулись здесь очень серьезно в двух вещах. Вещь первая, говоря об образовательной программе дополнительного образования, мы фиксируем пять направлений, аналогичных направлениям дошкольного образования. Это неплохая идея. Только теперь уже мы говорим об объединениях по интересам детей, где мы дополнительно развиваем к стандарту дошкольному, потому что большинство детей этого возраста уже получают какие-то дошкольные образовательные услуги. Если нет, тем более. И второе, мы делаем дополнительную общеразвивающую программу как единый документ, в который собираем все ваши авторские, хорошие, гениальные, творческие, очень успешные программы, которые являются частью основной образовательной программы дополнительного образования. Мы одни из первых, которые заявляют, что эта программа, дополнительная общеразвивающая программа, должна иметь целевой, содержательный и организационный раздел. Просмотрев сотни сайтов и проанализировав деятельность большинства учреждений дополнительного образования нашей страны, существующих как самостоятельно, так и оказывающих услуги в школах или в детских садах, мы крайне редко встречаем целостные дополнительные общеразвивающие программы. А согласно закону об образовании, всему тому, что мы сказали выше, это является обязательным требованием. Так вот, берите и используйте нашу дошкольную, нашу дополнительную общеразвивающую программу, она снимает все вопросы по тому, как это должно выглядеть и как это можно использовать. Итак, вот эта часть касалась предшколы нового поколения как основной образовательной программы. В то же время предшколы нового поколения это комплект парциальных программ, которые могут использоваться и в сюжете дошкольного образования, и в сюжете дополнительного образования. Что это значит? Наша предшкола представлена в виде модулей. Эти модули являются вариативными, законченными, завершенными, и их главная выигрышная ситуация преимущественные качества в том, что цели, задачи, содержание и инструменты для оценки анализа получаемых результатов взаимосвязаны друг с другом. Поэтому мы смело называем содержание как модуль. Модуль это завершенная единица образовательной деятельности. Эти модули могут использоваться в одной или нескольких образовательных областях при реализации различных образовательных программ. Хоть дошкольного, хоть дополнительного образования. Ну, давайте посмотрим дальше и сделаем акцент на вот этой части обязательной и формируемой участниками образовательных отношений при разработке программы дошкольного образования. Еще раз подчеркиваю, что в дополнительном образовании требования обязательной вариативной части отсутствуют. Обязательная часть 60% от общего объема основной образовательной программы мы внимательно выдержали в нашей предшколе нового поколения, когда делали программу обладающую статусом примерной для групп кратковременного пребывания дошкольников 5-7 лет. Мы пытались выдержать это соотношение. Вариативная представлена у нас во всех трех разделах целевом, содержательном и организационном. Мы постарались сделать так, чтобы обе части обязательные и вариативные являлись взаимодополняющими и необходимыми. Мы показываем вот это обязательная часть нашей программы дошкольного образования, наша предшкола. Вот это вариативная часть, но вариативная в кавычках, потому что нормативно это звучит, часть, формируемая участниками образовательных отношений. Какое содержание мы использовали для обязательной части образовательной программы дошкольного образования. Это же содержание мы предлагаем использовать и вам, если вы будете корректировать программу или создавать свой какой-то вариант. Закон об образовании. Все, что вы возьмете из него по отношению к программе дошкольного образования, еще раз подчеркиваю, в том случае, если у вас лицензия на дошкольные образовательные услуги, то закон об образовании, приказ 11.55, примерная основная образовательная программа, расположенная на сайте ФГОС-регистр, типовое подложение в образовательном учреждении дополнительного образовательно-дошкольного образования, здесь небольшая неточность, дошкольного образования детей. Это все содержание, которое относится к обязательной части образовательной программы. Что относится к вариативной части образовательной программы? Ваша программа развития школы или детского сада, какие-то парциальные программы, которые вы разрабатываете сами или которые вы берете из других программ. Это программы, которые вы реализуете вместе с вашими коллегами в рамках использования различных сетевых форм. Все это, дорогие друзья, ваши материалы, которые имеют статус вариативных. Двигаемся дальше. Теперь, значит, мы посмотрели на инвариант и вариатив. Он необходим для программ дошкольного образования. Для дополнительного образования это требование не используется. Теперь перейдем к следующему вопросу. Какой должна выглядеть структура основной образовательной программы? Для групп кратковременного пребывания старших дошкольников 5-7 лет отвечаем ровно такой, которая заявлена в ФГОС дошкольного, начального и других уровней образования. Она должна включать в себя целевой, содержательный и организационный раздел. Предшкола нового поколения и для дошкольного, и для дополнительного образования, которая может быть использована как основная, так и блок парциальных программ, включает в себя в любом случае, в любом варианте целевой, содержательный и организационный раздел. Мы четко выдержали всю структуру. Она может оказать вам значительную, существенную помощь при разработке ваших вариантов образовательных программ. Итак, целевой раздел должен включать в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программ. Пояснительная записка в свою очередь включает цели и задачи, принципы и подходы и значимые характеристики. Разработаны они в наших документах. Да, предшкола нового поколения имеет четко сформулированные цели, задачи, принципы, подходы и так далее. Сейчас посмотрим. Планируем результаты освоения программы. Для дошкольников предлагаются целевые ориентиры, их конкретизация, если это необходимо, участниками образовательных отношений. Что это за целевые ориентиры для детей 5-7 лет? Посмотрим и на это. Кроме целевого раздела, эта программа должна включать в себя содержательный раздел. В нем неплохо бы поговорить о направлениях развития ребенка. Мы выделяем и для дошкольного, и для дополнительного образования 5 направлений развития ребенка в соответствии с фигуоз дошкольного образования. Поддерживайте нашу идею, значит, тоже ориентируйтесь на эти 5 направлений. Считайте, что для дошкольного точно должно быть 5. Считайте, что для дополнительного образования может быть меньше или больше, ваше право. Дальше. Вариативные формы и способы реализации. Дальше. Деятельность по коррекции и другие разделы. Вы увидите их на слайде и на этой презентации, которую вы сможете воспользоваться для своих работ. Третий раздел. Организационный. Итак, целевой, содержательный и организационный. Организационный раздел программы включает в себя, так же, как и два предыдущих, обязательную и вариативную части, если мы говорим про дошкольное образование, и материалы, которые не дифференцируются на эти две части для дополнительного образования. Здесь речь должна идти о материально-техническом обеспечении, о методических разработках, о распорядке и режиме работы, об особенностях создания развивающей среды. Итак, вы оказываете образовательные услуги для дошкольников 5-7 лет в группах кратковременного предыдущего. У вас образовательная программа, которая включает в себя целевой, содержательный и организационный раздел. Двигаемся дальше. Ну вот, читаем в ФГО с дошкольного образования, что дополнительным разделом программы является текст ее краткой презентации. Если вы сделаете в любом варианте эту презентацию, что значит краткую? Ну, 10-15 слайдов. Если эта презентация будет размещена на вашем сайте, в сайте вашей образовательной организации, и, вероятно, ничего плохого в этом не будет. Если это дошкольное образование, ну, презентация считается обязательной. Дополнительное образование считается необязательным, но желательным. Вот эта презентация, она для кого? Для родителей, для педагогической общественности. Она должна быть доступна для ознакомления, и она должна включать возрастные характеристики и особенности детей, используемые примерные партизальные программы, особенности взаимодействия с социальными институтами, в том числе с семьей. Это дополнительное требование к основной образовательной программе. Ну, информирование общественности, реализация идеи открытости, ничего плохого в этом нет. Ну, теперь посмотрим, покопаемся, поанализируем вот эти три раздела, целевой, содержательный и организационный. Как конкретно осуществить их разработку, много ли времени на это понадобится, не будет ли это лишней траты ресурсов. Отвечаем, что не будет это лишней, времени на это понадобится не так много, особенно если вы воспользуетесь, ну, уже существующими для этого разработками. И, ну, будете четко знать, какими материалами пользоваться для разработки основной образовательной программы. Вот в этой части нужно также сказать, друзья, коллеги, не нужно изобретать велосипед, нужно взять материалы, которые у вас есть. Я сейчас имею в виду ваши авторские программы, или те программы, которые вы взяли из различных УМК, там, или из различных других, там, программ, комплексных, парциальных, каких угодно. И нужно взять федеральные документы, о которых шла речь выше, и сделать основную образовательную программу, которая обеспечит целостность, последовательность вашей работы. Вот. И защитит вас нормативно, статусно. Давайте посмотрим. Итак, целевой раздел. Целевой раздел, ну, некоторые начинают с паспорта примерной программы. Паспорт не является обязательным документом, но мы его сделали. Мы его сделали для нашей предшколы нового поколения, для детей 5-7 лет, для групп кратковременного пребывания детей, и для дошкольного, и для дополнительного образования. Дальше. Мы подробно прописали материалы и пособия для реализации программы. Они у нас носят статус гидактических и методических материалов. Гидактические раскрывают общее концептуальное положение, общую логику реализации программы, методические, конкретные рекомендации по использованию материалов, которые имеются. Что еще есть? Мы, конечно же, сформулировали цели образовательных программ, дошкольного и дополнительного образования. Как мы работали? Просто, чтобы вам было понятно, логика нашего проектирования. Если обязательная часть программы конструируется с учетом федеральных нормативных документов, то в первую очередь мы обращаемся к законам образования. В статье 64 сформулированы цели дошкольного образования. Вот посмотрите на слайде. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, на развитие качеств личности и так далее, на формирование предпосылок учебной деятельности. Кстати, предпосылок учебной деятельности, в связи с тем, что у нас дети на выходе из дошкольного образования, им скоро поступать в первый класс, а в первом классе новые стандарты, вот этому мы уделяем особое внимание в реализации этого федерального требования. Все обозначенные здесь цели, дорогие друзья, мы берем из закона об образовании. Можете пойти нашим путем, и у вас будут безупречно сформулированы в вашей основной образовательной программе цели, обязательные цели, если вы реализуете дошкольные образовательные услуги. Плюс, посмотрите нижняя строчка, примерно основная образовательная программа дошкольного образования. В ней есть задачи. Эти задачи можно брать для вашего варианта образовательной программы. Мы действовали таким образом. Потом и к целям, и к задачам мы добавляли свои вариативные компоненты, свои вариативные составляющие, потому что и в целях, и в задачах у нас оказался блок и обязательный, и вариативный. Смотрим дальше. Откуда брать цели для образовательной программы дополнительного образования? Мы решили, что очень уместно воспользоваться в этом случае концепцией развития дополнительного образования детей. Мы обнаружили в этом документе замечательные цели, которые могут иметь статус обязательных для программы, если она у вас разрабатывается как дополнительная общеразвивающая программа. Вот посмотрите. Право ребенка на развитие, адаптация к жизни в обществе, организация занятости детей, потребности в их художественно-эстетическом и интеллектуальном развитии. Эти цели у нас сформулированы в нашей предшколе нового поколения для дополнительного образования. Берите их, используйте в своей работе. При разработке ООП дополнительного образования. Мы там же, кстати, в концепции развития дополнительного образования нашли и задачи развития детей. Пожалуйста, вот они на слайде частично представлены, а в полной мере в нашей программе основная образовательная программа дополнительного образования детей предшколы нового поколения. Цели, задачи также представлены, как и для дошкольного образования. Теперь, откуда берется вариативная часть целей, целевого компонента? С учетом особенностей групп, одно-возрастные или разновозрастные, с учетом региональных особенностей, с учетом того, какая у вас школа или детский сад, гимназия, лицей, какие у вас первые классы, по каким программам учатся дети в первом классе, например, в первом классе учатся дети по перспективной начальной школе. В этом случае, конечно же, приоритет развивающим особенностям достижению у ребенка умений учиться, но предпосылок, если говорить о дошкольном возрасте, предпосылок для успешного владения стандартом уже в первом классе. Аналогичное проектирование и по вариативным целям дошкольного и дополнительного образования происходит и по задачам. Значит, что получается? Вариативные цели и вариативные задачи являются продолжением инвариантных целей и инвариантных задач в любом виде программы и дошкольного, и дополнительного образования. Теперь, говоря о целевом подходе, посмотрим на принципы и подходы к формированию программы. Если у вас вариант дошкольного образования для групп кратковременного пребывания детей 5-7 лет, то мы спокойно опираемся на ФГОС дошкольного образования. Поддержка и разнообразие детства. Такой принцип. Обязательный принцип. В вашей программе он обязательно должен быть зафиксирован. Почему? Потому что дошкольные образовательные услуги опираются на соответствующий уровень ФГОС стандарта. Дальше. Уникальность и самоценность детства. Дальше. Уважение личности ребенка и так далее. Все эти принципы, прописанные в ФГОС, и имеются в нашей предшколе нового поколения, как обязательные для реализации. Если говорить о дополнительном образовании, то принципы формирования ООП мы взяли из концепции дополнительного образования. Посмотрите на некоторые из них. Социальные гарантии, общественно-государственного партнерства, реализация права на развитие самоопределения и другие. Используйте их при разработке целевого раздела вашей ООП дополнительного образования. К указанным обязательным добавляются вариативные, которые формулируются с учетом ваших традиций, с учетом направленности групп, с учетом используемых вами парциальных программ, с учетом программ развития региона. Туда же добавляются, если вы работаете по нашей предшколе, наши идеи программы предшколы нового поколения, они прописаны в наших примерных программах, дошкольного и дополнительного. Вот смотрите, нередко люди, которые просят показать основные образовательные программы, говорят, очень хорошо, принципы вы прописали. Есть ли в вашей программе подходы к формированию программы? Очень часто подходов нет. Мы говорим, подходы есть, подходы должны быть, и вы их можете использовать и для дошкольного, и для дополнительного образования. Вот с учетом выбранного вами варианта. Они подробно представлены в нашем пособии. Образовательная программа дошкольного образования. Вот видите, личностно ориентированные, деятельностные и другие. Берите, не выдумывайте велосипед, используйте в своей работе на разных уровнях образования. Теперь планируемые результаты. Это еще один раздел блока целей, связанных с результатами в целевом разделе. Для дошкольников планируемые результаты сформулированы достаточно четко. Если мы откроем ФБО с дошкольного образования, то там есть для младшего дошкольного возраста и старшего дошкольного возраста две группы целевых ориентиров. Нас интересует старший дошкольный возраст. И мы предлагаем эти планируемые результаты использовать, конечно же, для дошкольного образования и частично для дополнительного образования. Выберите для себя наиболее важные планируемые результаты Из целевых ориентиров дошкольного образования. Мы сделали в нашем варианте примерной общеобразовательной программы дополнительного образования именно так. Симпатично то, что целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики. Это очень важно в идеологии дополнительного образования. Вот, кстати, эти инвариантные целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования сформулированы в ФГО с дошкольного образования. Их нужно взять полностью, потому что 5-7 лет завершения дошкольного образования и ориентироваться в своей работе, реализуя ваши модули, ваши программы, созданные вами, вашими коллегами. Или, ну по каким-то основаниям, выбранные вами для подготовки детей к школе, ну для их общего развития на этом уровне, уровне 5-7 лет. Эти целевые ориентиры обязательны для использования, если речь идет о дошкольных образовательных услугах. О дополнительных, если программа дополнительного образования для этих же детей, вы выбираете целевые ориентиры самостоятельно. Какие из них кажутся вам значимыми, какие из них вы точно достигнете. Обязательных целевых ориентиров для дополнительного образования на уровне стандартов не зафиксирован, на уровне обязательных требований не разработан. Теперь обращаем ваше внимание на такой термин, который называется развивающее оценивание. Идея очень проста. Ну, помните из, может быть, времен обучения нас в педагогических вузах, нам часто говорили об оценке, которая носит воспитательный характер. Или о воспитывающем обучении. Если в обучении есть еще один из этапов оценивания, то оно должно воспитывать, оно должно развивать. Вот развивающее оценивание, этот термин достаточно активно применяется в примерной ООП дошкольного образования, находящейся в реестре примерных программ. Вот используйте эту идею в своих программах и дошкольного, и дополнительного образования. Особенно дополнительного, потому что в дополнительном к оценке нужно подходить очень осторожно. Там больше оцениваются индивидуальные достижения, связанные с общим развитием ребенка. Вне каких-либо стандартов. Поэтому идея весьма неплохая. Когда оцениваются условия и процесс, а не сам ребенок. Когда отслеживается динамика развития детей на основе метода наблюдения. Когда используется внутренняя система оценки качества образования. В СОКО у нас тоже очень много разработок и даже отдельные материалы, в том числе в печатной электронной форме, размещены на нашем сайте. Используйте это тоже. Ну и вот в качестве некого отступления сейчас очень много дошкольники говорят об использовании зарубежного опыта для оценки качества образования. Собственно, не сам ребенок, а все, что происходит вокруг него. Насколько дружелюбно относятся к ребенку окружающие, другие субъекты. Насколько он самостоятельен в своих проявлениях и эта самостоятельность в какой-то образовательной среде реализуется. Насколько среда является безопасной. Каким является уровень квалификации педагогов, которые реализуют дополнительные программы для детей 5-7 лет, да и любые другие программы. Насколько эффективно педагоги взаимодействуют с внешними структурами. Если вы в своей программе укажете, что ориентируетесь на эти критерии, что они являются также для вас значимыми, ничего плохого в этом не будет. Это все касается целевого раздела, который включает в себя, а, пояснительную записку, в нем цели, задачи, принципы и подходы, б, планируемые результаты и там же имеются дополнительные материалы, которые вы можете включать в образовательную программу. Кстати, согласно последним изменениям в ОПГОС, в программу могут включаться содержательные, оценочные, методические и другие материалы, которые вы посчитаете нужным. Это зафиксировано в новом законе об образовании. Целевой, содержательные и организационные разделы могут дополняться материалами, которые вы посчитаете нужным, включать туда. Поэтому смело включайте все, что у вас есть. Теперь поговорим о содержательном разделе программы дошкольного или дополнительного образования. Мы определились в начале нашего разговора, что пять направлений дошкольного образования мы оставляем и для дополнительного образования. Мы четко прописали в нашем предшколе нового поколения каждое из пяти направлений. Социально-коммуникативное предусматривает и далее, познавательное предполагает и далее, речевое включает в себя. Это ответ на вопрос, что значит образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка. Мы ответили на эти вопросы. Берите наши программы дошкольного, дополнительного образования предшколы нового поколения и, пожалуйста, используйте их. В связи с тем, что мы говорим о модулях образовательной деятельности, помните, эта идея тоже звучала в самом начале нашего разговора, то по каждому из пяти направлений мы сформулировали, определили модули образовательной деятельности и по дошкольному, и по дополнительному образованию. Что касается вариативной части, то она может включать одно или несколько направлений, выбранных участниками образовательных отношений. Вот смотрите, пять направлений обязательных развития ребенка мы считаем и в дошкольном, и в дополнительном. Что касается вариативной части, то вы можете усилить одно из пяти или два, три, несколько из пяти и считать это вашей вариативной частью. Идея реализации вариативной части, ваша основная образовательная программа. За счет чего? За счет парциальных программ или созданных самостоятельно? Вами. Значит, вы берете предшколу нового поколения и работаете по ней, например, реализуете это школьного или дополнительного образования. Теперь, у вас есть ваши программы. Включайте их и называйте парциальными. У вас есть какие-то другие программы, не ваши, но очень симпатичные, которые вы бы хотели включить сюда. Посмотрите сюда в основную образовательную программу, в содержательную часть. Включайте. Только посмотрите на цели, задачи, принципы, чтобы это было логически взаимосвязано с вашим решением. Теперь, вы считаете, что вы реализуете другую программу, не перспективная начальная школа. Ну, ваше право, ваш выбор. Но знайте, что в каждом из этих направлений есть модули, которые вы можете использовать в своей работе, как парциальные программы. Посмотрите, в этом случае предшкола выступает как комплект парциальных программ. Ну, мы уже об этом с вами говорили. Как реально это выглядит? Если обращаться к Кемерово, то, конечно же, на вот этих курсах, которые сегодня открылись в вашем замечательном городе, и для всех остальных коллег говорю, у нас тщательным образом проработанная система пособий, книг для работы взрослых с детьми, и тетради для самостоятельной работы детей, и много-много других материалов, в том числе в печатной и электронной форме, по каждому из направлений. Вот посмотрите, кротик в музее, как там внутри картин, автор Наталья Александровна Чуракова, книга для работы детей и взрослых. Это одно из основных пособий, всего их видите 9, не перечисляемых здесь, но они включены в основную образовательную программу, в модуль социально-коммуникативное развитие. Существуют дополнительные пособия, ну, так называемые вариативные, которые тоже можно использовать, всего их в нашей программе, и дошкольного, и дополнительного, всего таких 6 пособий. Вот, посмотрите, одно из них, Захарова Ольга Александровна и Росгельфанова Чуракова. Кронтик учится рисовать фигуры, книга для работы взрослых с детьми. Это пособие, которое также может использоваться в модуле социально-коммуникативное развитие. Модуль, который может быть инвариантным, и модуль, который может быть вариативным, то есть парциальным. Смотрим другой раздел. Познавательное развитие. Это следующее обязательное направление развития ребенка. В нем два модуля. Развитие эталонов элементарных магических представлений. Один модуль. И второй модуль окружающий мир. Всего 15 пособий. Обязательных пособий, основных и дополнительных. Следующее направление. Речевое развитие. В предшколе нового поколения два модуля. Модуль развития речи и модуль начала обучения грамоте. За каждым модулем стоит программа. В программе есть расчесовка, тематическое планирование. Это все имеется на нашем сайте. Основная концептуальная идея модулей, которые в речевом развитии и в других пяти направлениях имеются в программе, которая так и называется, примерная основная образовательная программа дошкольного образования или дополнительного образования предшколы нового поколения. Всего 17 пособий для речевого развития предлагаем мы. Следующее направление. Кудресно-эстетическое развитие. Здесь свой модуль. Всего 11 пособий. Богатейший комплект предлагает вам широкий выбор материалов с подробно разработанными занятиями, с тематическим планированием. Используйте в работе и получите хорошие результаты. Дети потрясающе успешны в начальной школе и в первых классах. Уже много лет мы гарантируем эти результаты с использованием вот этих модулей, этого содержания, наших программ. Модуль физической развития. Для этого он, этот модуль своего рода интегрированный. И здесь можно сказать, что при реализации ряда пособий, например, окружающий мир, всего таких 4 пособия, есть элементы физического развития, которые мы рассчитываем, предполагаем, что они реализуются в этом модуле. Итак, богатейшее содержание по всем пяти направлениям. И дошкольного, и дополнительного образования. Теперь методы, способы, формы, средства реализации программы. Основная идея – это вариативный характер. Все документы федеральные говорят об этом. Это главная идея. Идея вариативности. С учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей и воспитанников. Специфики их, интересов и потребностей. Вот посмотрите, на следующем слайде фрагмент примерной основной образовательной программы дошкольного образования. Пример вариативности форм и методов, которые вы можете использовать не только для дошкольного, но и для дополнительного образования. Занятия, разные занятия для целой группы. Один вариант. Различные виды игр. В том числе игра исследования, ролевая, подвижные и другие игры. Взаимодействие и общение детей и взрослых. Следующий пример вариативных форм и методов. Проекты. Исследовательские проекты. Праздники различные. Социальные акции и так далее. Дальше. Использование образовательного потенциала режимных моментов, если это для дошкольного образования. Вот то, что вы можете спокойно брать для ответа на вопрос, какие вариативные формы и методы используются вами. И в нашей, кстати, предшкольного поколения, они весьма подробно прописываются в полной мере все. Теперь, один из обязательных разделов образовательных программ дошкольного образования, дополнительного, ну вероятно по желанию, это коррекционная работа. Если у ребенка есть проблемы, у многих детей и дошкольников уже есть проблемы, там логопедические и другие. Вот знайте, что в пособии образовательная программа дошкольного образования весьма толково и последовательно на основе наших добрых коллег из Кирова и опыта Кировского института развития образования представлена система коррекционной работы, включающая в себя, опять же, модули, только теперь коррекционные деятельности, диагностический, развивающий и другие. Не буду на них останавливаться. Берите из этого пособия образовательные программы дошкольного образования, берите из нашей примерной ООП, и если в этом будет необходимость, спокойно прописывайте в своей программе. Теперь, в этом же разделе речь должна идти о взаимодействии с семьей. Мы много внимания уделяем этому вопросу, и вы видите на этом слайде, что мы подробно прописываем возможности этого взаимодействия. При приглашении сотрудничества и участия смотрите нашу программу, и для своей ООП это можно просто спокойно также использовать. Это был содержательный раздел. Теперь несколько слов скажем об организационном разделе. В нем нужно показать материально-техническое обеспечение, в том числе методические материалы. Дальше распорядок или режим дня и организация предметной среды. Светлана Николаевна Емшинина, кстати, посмотрите наши веб-семинары, очень много говорит о развивающей среде, поэтому даже не буду останавливаться здесь подробно. Наша предшкола создает великолепные условия для этой единой образовательной среды. В то же время, двигаясь дальше, обращаю ваше внимание, коллеги, на приказ Миноборнауки о порядке деятельности по программам дошкольного образования. Это типовое положение для дошкольного и САНПИД дошкольного. Вот смотрите, режим кратковременного пребывания ребенка от 3 до 5 часов в день, занятие по 25-30 минут. Это рамка, которую вы должны использовать, если у вас программа дошкольного образования. Если у вас программа дополнительного образования, берем типовое положение для доп. образования и САНПИД доп. образования. Читаем. Режим пребывания для дошкольника 5-7 лет, там есть отдельная рубрика, таблица. 2-3 дня в неделю от 1 до 4 занятий в день по 30 минут. Вот рамка вам для дополнительного образования. Исходя из этого, мы предлагаем разные варианты режима реализации программы. Три варианта. Двугодичная, одногодичная и трехмесячная. С разной расчесовкой, с разным количеством часов для освоения каждого из модулей, которые мы рассматривали выше. Вот посмотрите, на следующем слайде вы видите примерное распределение времени по образовательным областям в каждой из трех моделей, которые мы предлагаем. Всех пяти направлений. Что еще? Нужно сказать, что у нас приличные разработки по интерактивному электронному содержанию, с использованием наших девайсов. В целом ряде регионов успешно реализуется этот проект. И на нашем сайте, говоря о электронной предшколе, вы можете посмотреть все наши предложения и все наши разработки. По всем пяти направлениям, по всем нашим модулям, по всем нашим образовательным программам есть электронные версии. Использовать их в работе это крайне интересно и очень эффективно, особенно для крупковременного пребывания детей 5-7 лет. Завершая наш разговор, я предлагаю вам пользоваться нашими материалами, чтобы не изобретать велосипед при ответе на вопрос, как разработать основную образовательную программу для детей 5-7 лет дошкольного образования. И еще одно предложение. Если у вас есть серьезные наработки или серьезные намерения дальнейшего сотрудничества, то мы предлагаем вам инновационные проекты. В нашем пособии электронном, я говорил о нем, которое вышло впервые раньше, чем его печатный вариант, 8 предложений для инновационных площадок. Что касается предшколы и дошкольного образования, то напрямую таких проектов, 3, назову их, подготовка дошкольников к обучению в начальной школе в условиях реализации ФГОС, 1, управление образовательной организацией для реализации ФГОС, 2, и создание внутренней системы оценки качества, в том числе дошкольного образования, 3. Вот. Эти проекты мы готовы вам помочь реализовывать, потому что получать статус инновационной площадки необходимо на уровне муниципальном или региональном. Роль из статиста в Академ Книгу учебник здесь. Поддержка, сопровождение и экспертиза ваших разработок, чем мы с удовольствием занимаемся. Наконец, еще один ресурс – это наш сайт. Если вы посмотрите проекты, то в нем есть предшкола нового поколения. Знакомьтесь со всеми ресурсами, которые есть для вас, для вашей работы по разработке и реализации программ. На последнем слайде наши координаты. Пишите, звоните. На все вопросы мы с радостью ответим. Желаем вам удачи. Еще раз. Основная образовательная программа – обязательный документ. Она будет иметь или имеет статус дошкольного или дополнительного образования. Решать вам в издательстве Академ Книгу учебник для ответа на этот вопрос «Как разработать» достаточно идей, достаточно предложений, конкретных материалов, чтобы вы не испытывали особых проблем для выполнения этой задачи. Удачи вам, друзья. Всего хорошего.